С вами разговор про пробиотики от АМИ уже конкретно. Меня опять же спрашивают мои пациенты, а почему вы советуете пробиотики от АМИ? Потому что я могу вам сказать, за все годы моей жизни, я сама лично, и мои пациенты попробовали очень много пробиотиков. И я исследовала их, как воздействуют на организм, как быстро они всасываются, как долго сохраняются. Что нового и очень продвинутого в пробиотиках от АМИ? Это форма в виде саше, порошочка, которая позволяет быстро очень всасываться. Всасывание во рту, минуя желудочно-кишечный трактор, из желудка, где часто пробиотики погибают под воздействием соляной кислоты и желудочного сока. Дальше, порошочки, это вообще сейчас ноу-хау, то есть очень многие препараты стали делать в порошках, и всасывать во рту, где быстренько происходит попадание через кровеносные сосуды, находящиеся у нас под языком, в коронарные сосуды дальше, в сосуды еремные, и дальше это попадает в малый и большой круг кровообращения, что тоже очень является таким очень хорошим фактором для продвижения этих пробиотиков по организму. Поэтому защищаются слизистые, как я уже говорила, и верхних дыхательных путей, и нижних дыхательных путей, и всего желудочно-кишечного тракта. Второе преимущество этих пробиотиков – это наличие большого количества полезных штаммов. Кроме самих штаммов лактобактерий и бифидобактерий, в сочетании очень хорошим, то есть здесь находится несколько видов бифидобактерий и 6 видов лактобактерий, здесь имеются еще ацедофильные бактерии и стрептококки термофильные. Так вот, сочетание лизирующих микробов, то есть у нас ацедофильные бактерии относятся к форме, они лизируют плохие микробы, которые находятся на слизистых и заполняют наши клеточки, и тогда уже в это пустое место туда входит хороший штамп или бифидобактерий, что позволяет выработать этой клеточке дальше иммунную защиту. Вот такое продуманное сочетание штаммов бактерий позволило этим пробиотикам уйти на шаг вперед от многих существующих на сегодняшний день. Обычно, если вы посмотрите состав пробиотиков в аптеках, вы увидите, что это либо бифидобактерии, либо лактобактерии, и в сочетании с... там отсутствует сочетание ацедофильных микробов, которые для нас являются лизирующими, то есть те, которые съедают плохие микробы в нашем организме. Как вы понимаете, в клетку не может ничего попасть хорошее, если она занята чем-то плохим. И вот эти лизирующие микробы нам нужны для того, чтобы в этой клетке сначала исчезло плохое содержание, там будь то бактерия, будь то грибок, плесень, или какой-либо осадок, отложение солей и так далее. Вот когда это исчезает из клеточки, то в эту клеточку уже могут тогда расселиться хорошие штаммы. Поэтому я за двумя руками голосую за пробиотики атомии. И советую их принимать один порошочек на ночь, рассасывать во рту и запивать одним стаканом воды. Спасибо за внимание.